Пожары и экстренные вызовы. Почти каждый день сотрудники МЧС получают сигнал тревоги. Пытаясь сэкономить каждую секунду, они мчатся на помощь людям. Но не все идет гладко. По правилам на пожар в спальный район должны выехать три автоцистерна и одна лестница. Это 17 человек личного состава. Им уступают дорогу, пропускают на светофорах, но добраться до пункта назначения они все равно не могут. Мешают неправильно припаркованные во дворах автомобили. Проблемы возникают во всех спальных районах города. Наибольшую опасность вызывают улицы Пушкина и Гагарина. При этом время суток слабо влияет на ситуацию. По норме это должно быть не менее 6 метров ширина проезда. По нормативным документам они предусмотрены. Но, к сожалению, люди ставят транспорт, потому что его просто длины стоянки нету, скажем так. И они ставят проезды, которые предназначены для пожарных машин. Пожарные приехали на вызов на улицу Кольная, дом 25. Однако въехать во двор ни лестница, ни цистерна не смогли. Для тушения пожара сотрудникам МЧС пришлось протягивать магистральную линию на два рукава. Этой длины хватило для того, чтобы подойти к месту пожара. Но напор воды в рукаве сильно ослаб. В пожарных цистерне максимум на 400 метров примерно рукавов. Но это максимальное количество, с учетом того, что если высота пожара может достигать 20 метров и выше 28 метров, то пожарный насос может не осилить такой расход и давление не создать необходимое для тушения. Решение проблемы уже есть. В 69-м федеральном законе о пожарной безопасности статье 22-й сказано, что сотрудники МЧС имеют право эвакуировать мешающих им людей имущество. Однако это занимает много времени. Уходят драгоценные секунды, которые можно было потратить на спасение человеческих жизней. В условиях крайней необходимости мы можем отодвинуть машину, но никогда не предпринимали действия по их порче. То есть мы не били стекла, не двигали пожарную машину, просто вручную поднимали и передвигали аккуратно, для того, чтобы не попортить имущество. Сейчас депутаты общественной палаты предлагают разрешить пожарным машинам и скорой таранить неправильно припаркованные во дворах автомобили. При этом за нанесенный ущерб должны отвечать страховые компании или же сами автовладельцы. Однако сотрудники МЧС предлагают более долгий путь. Они просят администрацию города урегулировать вопрос парковки во дворах спальных районов. Ведь на сегодняшний день ставить машины, которых становится все больше, просто некуда.